вот что творит и подгибаете вот эти края всем привет зовут меня кайдунов анатолий занимаюсь ремонтом и отделкой в городе новороссийский недавно у меня вышло видео на канале где он показывал как нужно шпаклевать и чем я в принципе шпаклю какие шпателя использую кто не смотрел сейчас сверху экрана появится ссылочка на это видео можете потом вернуться посмотреть там было больше теории это кому-то оказалось мало поэтому я решил записать еще такое небольшое видео где я покажу на практике как происходит вообще процесс шпаклевки как я работаю 60 шпателем покажу это на примере угла внутреннего наружного и потом дальше будем шпаклевать откос и так я уже объяснял когда я подхожу к углу я не стараюсь вышпаклевать его с двух сторон то есть я дошпаклевываю до угла и дальше уже отступаю там 10-15 сантиметров шпаклюю дальше на следующий день возвращаюсь вот для чего нам нужен 60 шпателем да то есть мы накладываем сразу такую полосу большую и вот как мы шпаклюем аккуратно представляем шпателем и протягиваем вот что творит 600 шпатель да то есть мы зал раз метр метр-метр-двадцать мы делаем вот сейчас на примере кого небольшого отрезка стены я вам это все покажу вот я уже объяснял никогда мы сразу ничего не углаживаем и сначала просто наносим материал на какой-то определенный отрезок который вы сами себе выбрали все очень важно вот обратите внимание я всегда стараюсь ведро постоянно ставить на какую-то подставку короче говоря это просто ведро на другое ведро вот смотрите еще момент какие-то мусоринки если попадаются обязательно их доставать не старайтесь их шпаклевать туда потому что потом когда вы начнете шлифовать это все это у вас все начнет вылазить и очень сильно пожалеете о том что вы это не сделали вот теперь уже можно принципе формировать ров плоскость стены мы тянем всегда шпаклюем каком-то одном направлении то есть либо это вертикально либо это горизонтально допустим один слой делаем вертикально следующий слой на следующий день делаем уже горизонтально у меня к сожалению этот шпатель он упал поэтому немножко полосе полоса не сильно большая поэтому я думаю все будет нормально когда мы тянем шпатель мы видим принципе где нам нужно еще подложить шпаклевка где не нужно здесь пристыковым уже тут еще свежая шпаклевка поэтому когда мы тянем вот этот край допустим я его шпаклевал там 10 минут назад когда ведем шпатель чуть-чуть наклоняю шпатель в эту сторону чтобы здесь свести два слоя на минимум да здесь может оставаться небольшое наслоение это не страшно вы элементарно это все потом сошлифуете ну вот вам оттуда не видно наверное но я допустим вижу я не хватает шпаклевки особенно это в углу то есть здесь где-то криво вот подложили шпаклевочки еще раз протянули еще про шпателя хочу рассказать выбирайте шпателя еще в магазине очень тщательно потому что даже дорогие шпателя они бывают кривые поэтому взяли там 10 штук и выбрали себе самый ровный иногда еще такой момент многие об этом не знают когда вы начинаете шпаклевать у вас какая-то сторона шпателя начинает полосить присмотритесь шпателю возможно просто уголок немножко загнуть поэтому даже в новом шпателе вы чуть-чуть берете рукой и подгибаете вот эти края и вас уже так полосить не будет запомните этот момент многие об этом не знают вот мы дошли до угла я не сейчас не стараюсь вот это все шпаклевать это не нужно абсолютно потому что вы просто замучаетесь потерять время отступаем есть 15 сантиметров шпаклюем дальше стену потом на следующий на следующий день вы вернетесь и дошпаклюете вот этот кусочек вот смотрите у меня здесь уже два слоя лежит сейчас я буду накладывать уже 3 наносить вот здесь бывают такие после предыдущих слоев небольшие такие скажем так наслоение вот шпаклевочки вот этой вот мы аккуратненько аккуратненько это все снимаем вот я поступил 10 сантиметров все на нашу материал наносим сразу в один раз одно движение рукой вот что такое 600 шпакель насколько вы мучились бы вот этими вот микробами шпаклюют вот такими вот стены но я все не понимаю смотрите не меняю шпателя я вам уже рассказывал еще раз говорю посмотрите предыдущее видео для чего нужны там остальные шпателя но я сказал что можно всю квартиру делать двумя здесь не обязательно брать двадцатку чтобы шпаклевать вот этот вот при стеночек маленький то же самое все можно шестьдесятым сделать все у нас вот тут получили сокрыть как мы это убираем вот таким движением шпателя на себя с двух сторон с этой стороны в эту сторону убираем с той стороны чуть-чуть с поворотом на себя вот так заворачиваем шпатель и вот эти вот большие сухари уже убрали тут что-то мелкое осталось мы это все сошлифуем так теперь я думаю с этим все понятно вам давайте сейчас к откосу подойдем я вам покажу почему я именно 150 шпателем работать свет немножко тускловато но это я специально это сделал я всегда так делаю то есть завешивайте окна потому что белый свет белая шпаклевка вы сами принципе будете плохо видеть для этого завешивайте окна включайте фонари переставил камеру думаю так будет лучше видеть первый слой я всегда тяну горизонтально вот так я выравниваю плоскость то есть относительно рамы опять-таки обращаю внимание наносится материал на шпателе в одно движение а где-то капельки падают шпаклевки но не без этого на стройке вообще-то находится чуть-чуть нанесли материал нанесли его сейчас я вам покажу и убираем его потом шпатель ровненько ставим и снимаем то есть как правил он работает можно чуть-чуть доворачивать его вот так чтобы убирать вообще полностью все лишнее еще раз повторяю шпаклевкой что-то крупное большие явно перепады вы не уберем поэтому штукатурьте сразу иначально хорошо второй слой но наносить нанести можно точно так же что в десяткой чтобы 150 шпателем не мучиться я наношу точно так же с десяткой материал вот я его нанес все дальше уже идет работа 150 шпателя объяснял для чего нужен 150 потому что как правило откосы всегда хватает 150 шпателя чтобы тянуть их вертикально поэтому у меня шпатель упирается рубля в уголок который вот здесь стоит наш армирующий уголок и уже вот здесь возле рамы тоже упирается уже в готовое ошпаклеванную часть откоса поклевками ничего не штукатурим еще раз повторяю мы просто заглаживаем микро какие-то неровности шероховатости ну или там допустим ямы до одного миллиметра все вот таким образом мы шпаклюем откос почему я в три слоя шпаклюю здесь потому что здесь будут стены под покраску и откосы все будет под покраску просто-напросто у меня здесь везде наклеить стекло холст на коса на стенах везде стекло холст два слоя шитрока это очень мало можно протереть просто до стекла холста он как мы знаем имеет такую ворсу это ворса начинает наружу лезть и будет просто это все видно поэтому чтобы себя подстраховать, я шпаклюю три слоя, и тогда вы свободно, не боясь, можете все сошкурить, сошлифовать, вывести идеальную плоскость. В следующем выпуске я уже буду все это шлифовать, я вам покажу, чем я буду шлифовать жирафом либо руками. Кому интересно, жмите на колокольчик, вам придет уведомление о том, что вышло новое видео. Покажу внутренние и наружные углы, как шлифуются, и покажу вам, как шлифуется развернутый угол, тоже очень важно, потому что многие люди шлифуют угол, залазят на другую сторону, вытирают там яму и обратно, так что будет очень интересно. Всем спасибо за просмотр, сделаем следующего видео, всем пока, всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok